Сегодня мы с вами поговорим о особенностях калмыцкого характера. Помимо экстравертности и рационализма калмыцкому духу присущ также максимализм. Максимализм приписывают тем людям, о которых говорят, его с места не сдвинешь, а если сдвинешь, то уже не остановишь. Максималист не любит топтаться в нерешительности между двумя противоположностями. Раз уж он выбирает, так окончательно и бесповоротно. Максималист во всем стремится к крайностям, глобальности и масштабности, грандиозным проектам. Калмыкии вообще склонны к гиперболическим преувеличениям, что особенно видно на примере нашего народного эпоса Джангар. Это не просто хан, а хан целой вселенной державы. Мингьян – это не просто красавец, а красавец вселенной. Мелкие проекты и делишки не вдохновляют калмыка, он от них с презрением отворачивается. Калмыцкому характеру также присущ индивидуализм. Но калмыцкий индивидуализм никогда не обретал крайней формы, так как крайний индивидуализм замыкается в себе и стремится отгородиться от общества. А калмыкам крайне противно было всякое отшельничество. Наш индивидуализм проявляется в стремлении к оригинальности, в желании выделиться на фоне других, обратить на себя внимание. Так иначе он артистичный. В эпосе Джангар есть характерная сцена. Герой Хонгар стоит во всем блеске перед толпой народа, восхищенно глазеющего на него и обсуждающего внешний облик и достоинство тщеславного героя. В этом эпизоде эпоса проявляется особая идея – герой – это индивидуум, воплощающий идеалы всего народа, коллектива. Именно такое понимание индивидуализма характерно для нашего народа. Благодаря индивидуализму калмыцкое общество отличается уважением к личности человека, к человеческому эго-самолюбию. В калмыцком обществе никогда не подавлялась индивидуальность отдельного человека, и в то же время каждый калмык ощущал себя индивидуальным воплощением коллективных интересов, так иначе интересов своей семьи, своего рода, аймака и народа в целом. Яркой чертой калмыцкого характера является также энергичность, активность. Активность калмыков проявляется прежде всего в национальных танцах, для которых характерны быстрота и искрометность. Активный стиль калмыцкой речи и языка подметил еще востоковед Лыткин, говоривший о нашем языке, что ему присуща мягкость, гибкость и упругость, живость, необычайная сжатость, индивидуальная беглость и кипучесть, которая выражала кипучую и деятельную жизнене атом. Действительно, калмыцкая речь напоминает пулеметную ритмику, так как ударение во всех словах калмыцкого языка становится на последнем слоге. Ученые прошлого века различали два типа ударения в языках. Ударение на последнем слоге и ударение в середине или в начальном слоге. Ударение на последнем слоге, характерное для калмыцкого языка, называлось учеными мужским, активным ударением. Кроме калмыцкого языка, мужское ударение также присуще тюркским языкам и французским языку. Мужское ударение придает калмыцкой речи стройность и кипучесть, беглость, что выражает активность калмыцкого характера. Традиционным свойством калмыцкого характера является оптимизм. Калмыкам свойственно концентрировать внимание на положительных сторонах жизни. Видеть в человеке, прежде всего, его позитивную сторону. Многие ученые с удивлением отмечали нетрагичность эпоса монгольских народов, которая выражалась в том, что все сюжеты песен завершались счастливой развязкой. Идея конечного торжества героя присуща классическому героическому эпосу вообще. Как считает Путилов, может быть, поэтому героический эпос занимает главное место в нашем фольклоре. Оптимизм присущ всему калмыцкому фольклору, где преобладают мажорные праздничные мотивы, а минорность, смерть и несчастье отнесены на второй план или вовсе отсутствуют. Калмыкии также очень честолюбивы. Стремление к славе, желание быть первым во всяком деле, присуще кочевникам издавна. В дачингисовую эпоху существовал такой народ тюркюты. Аристократическая верхушка тюркютов была полностью монгольской, так иначе происходила из мозгольского рода чанос. Еще в середине XI века один мусульманский чиновник Ибн Хасуль в своем трактате перечислил львиноподобные качества тюркютов – смелость, преданность, выносливость, отсутствие лицемерия, нелюбовь к интригам, гордость, свободу от противоестественных пороков и стремление к командным постам. Вот это стремление к командным постам и проявляет честолюбие кочевников, а калмыков в особенности. Калмыцкий байбагас хан, как свидетельствует арабская летопись, открыв свой рот и распростатерши свои длани, говорил «Во всех четырех странах света нет никого, кто мог бы со мной сразиться». В калмыцком фольклоре существует даже особый жанр – мактал, восхваление. Этот жанр честолюбцев очень древен и традиционен для калмыцкой культуры. В европейской культуре восхваление форме оды появилось в эпоху французского классицизма, когда в обществе стал культивироваться идеал честолюбивой личности. Для наших предков была свойственна также и гордость, которая в последующем, к сожалению, стала осуждаться буддизмом, ставшим в XVIII века государственной религией айрата. Гордость свидетельствует о развитом самосознании личности и является вполне положительным качеством, если не перерастает в гордыню. Читая сокровенные сказания монголов или средневековые летописи, убеждаясь в том, что литмотивом эпической и исторической литературы наших предков являются проблемы чести и достоинства. Историк Санчиров отмечает характерный эпизод из айратской истории. У китайцев существовал пышный ритуал приема иностранных послов, призванный привести чужемцев в надлежащее состояние покорности и священного трепета перед особой императора. Весьма унизительной в этом ритуале была процедура Коутоу, состоящая из трех коленопреклонений и девяти земных поклонов иногда даже не перед самим императором, а лишь перед табличкой с его именем. Послы всех государств безропно совершали эту часть этикета, тогда как послы джунгарских ханов, прекрасно зная дипломатический этикет китайского двора, держались с большим достоинством и отказывались совершать обряд Коутоу. Очевидец последних десятилетий существования джунгарского ханства Рассохин писал об этом так. Все те послы и посланники, подвергая себя тому предосуждению, будто бы у китайского хана состояли в подданстве. А сколь немал в рассуждении великих государей джунгарский владелец, однако его послы для принятия наставления в памятную их коллегию не ездят. Моисеев, говоря об исторических статусах джунгарского ханства, указывал, следует особо подчеркнуть, что циннское правительство не имело никакого влияния и на внутреннюю политику джунгарских ханов. Айратские же ханы считали себя равным медицинским императором и не хотели поступаться даже частью своего суверенитета в пользу багдыханов. Думается, на таких примерах следует воспитывать наше юное поколение в школе. Тогда национальная история действительно станет мощным этнопедагогическим фактором калмыцкой школы. Последнее из девяти основных качеств калмыцкого характера называется словом «этизм». Это новое понятие происходит от слова «этика» и введено в научный оборот культурологами как характеристика некоторых типов культур. В каждой культуре есть своя система ценностей. Там же, где превыше всего ценится этичность поступка, культура определяется этической. Этизм характерен для кочевой культуры. Лев Николаевич Гумилёв приводит один из случаев проявление этизма в культуре степняков. Трагическая гибель Мамая весьма поучительна в аспекте этнологии. Мамая был степняк. Он считал, что убивать противников можно, а предателей нужно. Но друзей обижать нельзя. Потому что это нехорошо. Что даже в голову прийти не может. Это было мироощущение монголо-тюркского суперэтноса. У гуныезийцев была иная этика. Они считали, что главное в жизни выгода, что монголы и тюрки – почти не люди, а объект для коммерческих операций. Когда они сильны, их надо использовать. Когда ослабли – выкинуть. По сути, это была психология зарождавшейся капитализма. Этика, базирующаяся на капиталистических общественных отношениях, была не симпатичная ни русским, ни татарам, ни византийским грекам. Экономические интересы, господствующие в условиях зародившейся в романо-германской Западной Европе формации, были им непонятны. Проявления их вызывали отвращение. Хан Джанибек, узнав, что случившееся при Черноморских степях массовым падежом скота, вызвавшим голод, воспользовались гунуэзци, чтобы по дешевке покупать у татар детей для работорговли, возмутился и двинул войско на кафу. Ему было просто непонятно, как можно использовать биду соседа для легкого обогащения. С его точки зрения это дурно, и таким образом и проявляется национальный характер народа в истории. Мы обрисовали девять основных качеств калмыцкого характера. Этот характер является как бы кодом к расшифровке нашей культуры и истории. Без знания этого ключа невозможно понять многие стороны калмыцкого культурно-исторического пути. Современная калмыцкая школа должна вопрещать психологию, национальный дух нашего народа на всех уровнях своей деятельности. От содержания и методов обучения до общей атмосферы в школе. Тогда она будет действительно национальной, народной. По материалам статьи Санала Минаева. Калмыцкие небылицы, приметы и гадания. Три жемчужины калмыцкого фольклора в одном издании. Вышла книга, которая обещает стать библиографической редкостью. Сказка «Далунхойрхудл. 72 небылицы», рассказ «Диалог Кемельхын. Приметы 25-го позвонка овцы» и образец гаданий «Далуншиндже. Гаданий по бараней лопатке», представленный в очерке народного поэта калмыки Константина Эрендженова, это любимые и уникальные произведения устного творчества нашего народа. Тексты даны на калмыцком языке и в переводе на русский. Самобытные яркие иллюстрации Ирины Надбитовой прекрасно передают удивительный калмыцкий традиционный и сказочный мир. Книга будет интересна как взрослым, так и детям и станет прекрасным подарком каждому, кто интересуется калмыцким фольклором.